Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Юрген самая вкусная передача Неполитическая кухня И сегодня мы снова познакомимся с интересным рецептом А что мы будем готовить, об этом нам расскажет руководитель клуба смешанных единоборств Север Андрей Чемашки Андрей, приветствуем тебя! Приветствую, Ирин! Скажи, пожалуйста, чем питаются борцы смешанного степени? Спортсмены на самом деле всеядные люди, поэтому питаются всем подряд Но в период подготовки к важным соревнованиям или к серьезным боям Немножко нужно откорректировать свою диету, откорректировать свой план питания И один из таких примеров мы сегодня с вами приготовим Это будет рыба с овощами запеченная Так, хорошо, прошу Занимай центральную позицию, так сказать Так, ну... С чего начнем? Начнем с самого главного ингредиента с рыбы В общем, вот у нас есть рыба Мы ее должны сейчас сдобрить, приправить перцем И посолить, и немножко дать ей пропитаться всеми этими вещами Значит, соли мы не очень много Во-первых, я сам не очень люблю соленого Во-вторых, соль немножко тоже такой ингредиент Который, образно говоря, немножко снижает спортивные результаты Поэтому сейчас мы таким образом рыбку нашу поправим Приправим и пусть она постоит, немножко подышит Вот, а пока мы приготовим все остальные ингредиенты Начнем, наверное, с лимона Давай, ты мне поможешь? Давай, что делаешь? Лимончик нарежешь ты Я, как его, кольцами нарежу? Да, ты нарезай его кольцами и потом на четвертинку еще А я пока займусь помидорами черри Так А скажи, пожалуйста, что входит в число твоих, в перечень твоих любимых блюд? Ну, вот на самом деле, то, что мы сейчас готовим, это одно из моих любимых блюд в последнее время Поэтому сюда, помимо рыбы, войдут овощи И практически не будет углеводов Точнее, наверное, их совсем не будет Вот это блюдо, оно будет отражать у нас принципы раздельного питания Которые мы иногда при подготовке к серьезным стартам применяем Так, давай, чтобы ты не стоял Давай Тебе сейчас сразу болгарский перец тоже очистят семян Чувствуется, руководитель сразу Надавал задание Так, перец с перцем, что мне делать? Да, на длинной дольке, я думаю, мы его нарежем Просто на длинной дольке, да? Все очень просто, потому что я, на самом деле, не очень умею готовить Поэтому надо, те блюда, которые иногда приходится готовить, должны быть простыми и незатерянными Чтобы достаточно было ножа и плиты Так Скажи, пожалуйста, как давно ты увлекся смешанными бизиноборствами? Ну, вообще, надо отметить, что спортом я занимаюсь практически с детства Однажды, во втором классе это было, мне было 8 лет У меня пришел одноклассник как-то и сказал, что он записался на тэквондо И он всякие крутые штуки показывал руками Я так впечатлился, что попросил маму меня туда отвезти тоже Мама меня отвела на тэквондо И я там провел много лет Ну, практически с тех пор моя спортивная деятельность началась Были кеш-перерывы, были переключения на другие виды спорта Но в общем виде я вот с 8 лет, со второго класса практически без пауз занимаюсь спортом К смешанными биноборствами я пришел в бытность свою аспирантом одного из питерских вузов Когда учился, и там я, проживая в Питере, познакомился с такими на спорте, как боевой самбо Это наш тоже отечественный вид смешанных единоборств, очень интересный, зрелищный Вот, ну и так потихоньку мы пришли к тому, чем сейчас занимаемся Это микс-файт, смешанные бои Так, что мы теперь делаем дальше? Так, теперь, в принципе, у нас все ингредиенты готовы Можно еще чесночку, наверное, порезать Давай Помельче, да, давай тебе два, мне один Давай Ты ножом как-то резви управляешься, чем я? Ну, зато ты на татаме, наверное, лучше, я там подозреваю На самом деле, я уже тоже перешел больше такой организационной деятельности Давно уже не выходило, да? Да, около двух лет Тоже с различными факторами сопряжено это Но в основном, просто не получается совмещать организационную, такую тренерскую работу и выступление Тем более, у нас есть ребята, с которыми даже мне уже страшно вставать в спарринги Там, взять кого-нибудь из наших спортсменов, кто постоянно ездит выступать Ну, я уже так просто не вытягиваю, несмотря на весь свой многолетний опыт тренировок Все Так, теперь что, мы будем выкладывать на поднос? Да, давай как раз в том порядке, в котором мы с тобой начинали Так, давай, начнем с перца, с болгарского Давай, так его Ну, его произвольно выложить на дно Из твоих спортивных достижений, что тебе больше всего? Дорого? Из моих спортивных достижений? Ну, на самом деле, больше всего мне дорогие достижения моих учеников Сам я бы не сказал, что я выдающийся спортсмен был Я, конечно, участвовал в чемпионате России в 2007 году по боевому самбо Я был членом сборной команды Санкт-Петербурга Ну, на самом деле, серьезных результатов я не добился, не показал Всегда был таким крепким середняком И я считаю, что на вот этих вот функционерских должностях, на функционерской работе Я как-то больше пользу спорту приношу, спорту и спортсменам, соответственно Ты сам еще немножко затренируешься? Конечно, конечно, форму надо поддерживать, потому что спорт это навсегда Нельзя останавливаться, потому что начинаются проблемы со здоровьем Поэтому, если начал заниматься один раз серьезно, то все, этим надо заниматься будет до конца Ну, в общем-то, это и хорошо Да, согласен Много ли у нас сейчас ребят занимаются смешанными единоборствами? Да, очень много ребят занимается Молодежь приходит? Приходит молодежь, причем не только в Цыктывкаре, в Ухте В Сосногорске, в Ухтыле Интересуются ребята практически по всей республике Нам обращаются даже с таких деревеней, как Ижма, Кайгородок Есть и там ребята, которые хотят заниматься этим спортом Поэтому это спорт в будущем Мы надеемся, что народу будет еще больше Возможно, залов тоже будет еще больше Так, ну все, давай тогда Теперь рыбу сверху, да, кладем? Да, знаешь, можно, наверное, еще приправить овощи Давай, давай, давай Ты как с солью? Я вот, честно, соленую Я особо не люблю тоже соленую Я лучше перченую люблю Да, лучше тогда перченую будет И вот это все хозяйство, нам нужно Вот так вот просто Да, просто вот таким вот образом Как первобытные мужики взяли рыбу просто Ну вообще кинули и все Посмотрим, что получится Так, теперь на сколько мы это отправляем? 30-40 минут 30-40 минут Сейчас мы... Температура какая там у нас должна быть? 180 градусов 180 Ну, давайте сделаем 180 Так, ну а пока рыба будет подозревать, я предлагаю тебе еще салатик, приготовить тоже очень диетический, очень полезный греческий салатик, к которому я тоже буквально недавно пристрастился, поэтому предлагаю тебе с ним тоже познакомиться Давай, так, мы возьмем миску, наверное, для салата Да, миску для салата Так, огурцы, помидоры Вот, пожалуйста, давай, бери Огурцы, помидоры Так, лук на самом деле в классическом виде в греческом салате не используется, но мы, как русские люди Для здоровой атмосферы Да, можем попробовать его Значит, греческий салат тоже очень просто готовится Достаточно взять листы салата и просто разорвать их на части руками В этот момент можно думать о своем противнике, например Можно думать о противнике, можно думать еще о чем-нибудь хорошем, в кавычках, чтобы само действие по разрыву было еще более интересным Слушай, вот в последние годы, очень, так сказать, в хорошем плане вы активизировались, то есть постоянно на слуху, вот клуб «Север» вообще, федерация по смешанным делоборствам, то есть какие-то вот успехи постоянно есть Есть ощущение какого-то прогресса? За счет чего это достигается? Ну, на самом деле, ощущение есть и у нас прогресса Достигается, в первую очередь, за счет поста и самоотдачи при работе Мы, на самом деле, тоже, ребята достаточно молодые Еще у нас, как нам кажется, многому предстоит нам обучиться Вот, но в свое время, вот в те годы, когда мы еще занимались спортом, сами активные организаторы Мы, у нас сложилась команда, которая, которая, в общем-то, занимается своим любимым делом Несмотря на то, что мы сейчас достаточно такой широкий Так бросаем сюда? Да, давай бросаем сюда На такой большой уровень вышли Работы становятся вот такой вот бумажной, организационной еще больше Но при этом мы не собираемся на Сигнутом останавливаться И будем дальше тоже стараться работать не менее активно, чем сейчас Хотя это, может быть, требует и гораздо больших затрат Трудно затрат и временных затрат При том, что у нас у всех еще есть свои личные дела, семьи, работы Но, когда ты занимаешься любимым делом, это придает силу Со стороны республики уделяется ли вот ваше внимание? Да, есть понимание Есть понимание Оно, может быть, не сразу возникло, но по итогам года молодежи Который в прошлом году у нас состоялся В общем-то, достаточно все удачно сложилось Мы показали свою активность И в этом году нам уже начинают оказывать поддержку Серьезную организационную информационную поддержку У нас начинают подсвечивать в республиканских средствах массовой информации Ну, там, может быть, еще в дальнейшем какая-то поддержка будет и впредь Так, сейчас давай чесночкам поработаем Тем более, сейчас у нас год спорта объявлен В общем-то, тоже есть определенные подвижки в этом направлении Надеемся, что при таком плотном взаимодействии Мы с местными властями сделаем ММА Одним из таких опорных, может быть, видов спорта в республике Ну, турниры у нас регулярно проводятся Видимо, вами организованы, я подозреваю, да? Да, на самом деле турниры организуем мы Пармофайс, наверное, ты имеешь в виду, да? В ноябре мы планируем четвертый турнир уже организовывать Помимо турнира по смешанным единоборствам Мы еще турниры по грэппингу, по тактической борьбе организуем У нас есть осенний и весенний кубок Весенний уже прошел Осенний мы даже планируем в этом году в Ухте, наверное, провести Чтобы и ухтинские жители могли, и ухтинские спортсмены Ознакомиться с этим интересным спортом Так, что мы теперь делаем? Мы, кстати, добавили туда, я прошу вас заметить, гранулированный чеснок Да И немножко перчика И немножко перчика Так, теперь важным ингредиентом ингредиентского салата является сыр Так, мы взяли сыр фета Сыр фета, да Пожалуйста Вот, его надо нарезать тонкими кубиками Но не очень тонкими, чтобы вилкой можно было их зацепить Спасибо, по-браски Мы с тобой пополам, да Многие считают, что вот вид спорта, смешанный, недоборство Очень агрессивный, очень такой, как бы сказать, жестокий Что ты можешь сказать этим людям? Кто вот так считает? Ну, возможно, со стороны это смотрится довольно так Но, как правило, картинка обманчива Наш вид спорта достаточно интеллектуальный То есть недостаточно просто выйти там и подраться Как правило, те спортсмены, кто такую тактику в поединке выбирает Они проигрывают Поэтому люди очень быстро начинают работать вдумчиво Начинают работать, может быть, даже мягко, да, в кавычках сказать При этом картинка будет внешне, как я еще раз скажу тоже Достаточно агрессивная, но, несмотря на всю кажущуюся агрессивность Наш вид спорта отличается меньшей травмоопасностью Даже чем в том же футболе, например, да Поэтому, как правило, те, кто приходят к нам в клуб Они не боятся от этого Что нас могут там потравмировать, нас могут там побить Новички достаточно быстро втягиваются Начинают выдерживать нагрузки Плюс к этому мы очень хорошо тренинг устраиваем То есть, учитывая особенности индивидуального спортсмена То есть, индивидуально каждому подходит Да, да, для этого индивидуально каждому нужно подойти Чтобы посмотреть, на что он способен Которая база есть, чтобы человек уже С учетом того, что он сейчас может Мог какой-то задел на будущее выдавать Ну вот уже ребята показывают удачные примеры выступлений За пределами региона, да? Да, да Наблюдается такой очевидный прогресс Есть у нас хорошие ребята, да? Да, ребят хороших есть И более того, у них все больше становится Есть ряд молодых перспективных спортсменов На которых мы определенную надежду возлагаем В том числе и в профессиональном спорте Есть уже ребята, которые у нас дебютировали в профессиональном спорте То есть, в этом сезоне мы взяли такую серьезную спортивную планку У нас ряд спортсменов выступили на турнире московским овертайм Олег Кулик, может быть, вы слышали Спортсмен наш Даже удалось ему очень хорошо выступить на овертайме Заметили в России Сейчас мы, может быть, даже дальше будем Дальнейшие турниры продвигать Вот, то есть, да, прогресс есть Но при этом, при всем мы не забываем и про массовый спорт То есть, когда большинство людей снова ходит заниматься для себя Поддерживать форму, ну, как я, да? Все ходят... То есть, не обязательно выступать ездить? Нет, нет, таких спортсменов, как всегда, меньшинство У нас из 100 человек, которые в группе у нас числятся У нас спортсменов, ну, человек 10-15 То есть, они, ну, они своим примером стимулируют всех остальных Хорошо выступать, хорошо заниматься, не пропускать тренировки А масса, основная спортсменов, они все-таки тренируются для поддержания формы Так, давай, ну, будем лезать или нет? Да, давай, наверное, лучок кольцами с тобой нарежем Давай Ну, может быть, немного, чтобы все-таки дань уважения грекам Я думаю, что... А второго этого салата отдать? Так, буквально, чуть-чуть нарезать колечками Греки бы посмотрели, сейчас сказали, что они сделали с нашим салатом Ну, да Так вот Ну, грекам сейчас не до этого, наверное Да, я думаю У них там забот хватает своих греческих в данный момент Так, что еще? Что еще? По вкусу можно добавить лимончик, опять же Будем выдавливать туда? Да, можно, наверное, сачку просто лимонового налить, чтобы у нас был такой легкий аромат Вот так вот Да Как вкусно запахло лимон вообще Так, лимон нам еще пригодится на готовящее наше основное блюдо Так, а мы, кстати, сейчас я посмотрю, как там наша рыба-то с овощами пожевает У него такой вид вкусный, довольно-таки Замечательно Очень хорошо Так Так Ну, и, наверное, вот заправка, да Для салата как раз специально греческого Так, давай Скажи, сколько? Ну, на вкус Вот это Вот так, наверное, хватит Все Ну, теперь Можем перемешать Теперь эти вещи, да Немножко перемешаем И, в общем-то, можно будет их уже употреблять Ну, вот Республик у нас только вот в последние годы так вот активизировался в плане смешанных единоборств Другие регионы, наверное, поактивнее будут? На самом деле, я бы не сказал Есть определенное, конечно, у нас такое стадиальное отставание от Москвы и Питера Но это само собой Потому что там, как всегда, больше народу, больше клубов, больше спортсменов Туда едут спортсмены заниматься и выступать Поэтому это, понятное дело, что там возможностей и ресурсов для развития больше Но в других регионах, я бы не сказал, что мы сильно встаем Есть лидеры, есть аутсайдеры Мы в данный момент, как мне кажется, являемся такими-то средними, хорошими средняками Которые, в общем-то, здесь, в нашем северо-западном округе и даже отчасти уральском Мы хорошую марку держим Хорошую планку подняли И на региональных турнирах, вот, допустим, недавно Седой Урал Мы заняли там первое место уже третий год подряд Поэтому для региональной федерации, в общем-то, достаточно неплохие результаты, как мы считаем Сколько нужно тренироваться человеку, чтобы выйти спокойно на ринг, на татами, на соревнования? На самом деле, все зависит, опять же, от уровня турнира и от уровня спортсмена Если турнир серьезный, профессиональный, то, конечно, нужна серьезная база Желательно, чтобы спортсмен с детства занимался какими-нибудь единоборствами Тогда, да, тогда могут быть хорошие результаты Если человек занимается для себя, но в перспективе он хочет выступить на турнире То сначала нужно попробовать силы любительских турниров, их тоже очень много сейчас проходит Для этого достаточно, ну, пару месяцев тренировок буквально Ребята у нас... То есть уже есть какая-то база, да? Нет, абсолютно с нуля ребята приходят, занимаются И буквально через 2-3 месяца начинают выступать на турнирах Сначала по грэплингу, где-то через годик тренировок начинают уже выступать на боях У нас тоже есть примеры, в том числе и на последнем турнире Сиду Урал Когда ребята у нас молодые, буквально сентября занимаются Уже занимают первое-второе место без всякой базы То есть пришли с нуля и просто на одном упорстве, на одном характере начинают такие результаты показывать Правда ли, что вот смешанные наборства, которые включают в себя там и бокс, и борьбу, да? И знания там, опять же, каких-то вот биомеханических, скажем так, вещей Правда ли, что надо... Вот на самом деле спортсмены думают на татаме, да? На ринге Правда ли, что они постоянно вот мозгами думают? Не просто тупо... Ну, разумеется Одна из установок, которую мы нашим спортсменам переводимаем, это не заводиться, не отключать голову Слушать угол, слушать секундантов и следовать геймплану То есть геймплан – это план на бой, который мы индивидуально разрабатываем для каждого спортсмена С учетом того, с кем он бьется Вот На любительских турнирах, в принципе, ситуация та же самая Ребята все время страницы Работайте свои наработанные вещи им, применяйте и слушайте подсказки секундантов Когда несколько боев за турнир, очень сложно бывает оставить голову горячей Холодной точнее, очень быстро ребята заводятся, особенно когда молодые, здоровые еще Мы все время говорим, ребята, не надо, не надо, слушайте угол Мы здесь не зря стоим, мы вам подскажем, что нужно делать И, в общем-то, те ребята, которые с эмоцией умеют справляться, они, как правило, на порядок выше выступают Ты вот говорила, что этот вид спорта даже менее травмоопасен, чем футбол Хотя с стороны выглядит все иначе Просто система тренировок, набои, набивки Ну, так как такой набивки нет Да, мы просто стараемся чередовать очень грамотно нагрузки и отдых То есть, если прошел турнир, мы обязательно спортсмены отправляем на такие каникулы Импровизированные недельку, полторы-две нужно отдохнуть обязательно Потому что тренировки, они очень много сил забирают Это стресс для организма И если этот стресс постоянный, то организм вылетает и успевает восстанавливаться Мы стараемся чередовать отдых и тренировки Это первый момент, а второй момент мы стараемся разнонаправленные тренировки делать То есть, допустим, тренировка по боксу, цикл тренировок по боксу Цикл тренировок по борьбе, цикл тренировок по грэпиду Цикл кроссфита, то есть функциональной скорости силовой подготовки Вот такая вот цикличность, она как раз таки и является залогом сохранения здоровья и реализации всех возможностей Ну и интерес, наверное, не пропадает Интерес не пропадает, да Ты знаешь, что там потом будет что-то другое? Да, да Если мы даже на запад посмотрим, там профессиональные спортсмены, они, в общем-то, чем занимаются? В период между боями ничем не занимаются Они ходят, загорают, общаются там с журналистами, с девушками То есть, живут своей жизнью Пойдет с собой, за три месяца не собирает лаги Сначала цикл кроссфита, потом цикл какой-то наработки специальной техники И потом подводящие тренировки перед боксом, перед боем непосредственно То есть соперник на бой выходит в оптимальной пиковой форме И их все результаты максимально не показывает Мы стараемся здесь буквально что-то то же самое делать В условиях наших ограниченных возможностей До какого возраста можно заниматься смешным единоборством? Я знаю, был на одном турнире, там приезжал с Москвы дядечка уже Вячеслав Юровских, алибабаток, так называемый На самом деле тоже все очень индивидуально Но опять же от желания зависит много Есть примеры, когда люди в 50 лет выходят И в 55, там, ну, то есть выступают В том же UFC, в американском, есть спортсмены 51, по-моему, нет, 55, по-моему, старше Самый старший по всему, ничего, выступают профессионально А любителям, так, мне кажется, с жизнью можно заниматься Дети занимаются, приходят Дети, дети очень хотят заниматься Очень много Из какого возраста вообще можно? Вообще у нас в нашем клубе минимальная планка Это с 12-13 лет То есть когда ребенок уже сформировался Когда его можно бороться Детей помладше мы, к сожалению, пока не можем охватывать Потому что есть тоже объективные причины Из-за нехватки времени Из-за нехватки ресурсов, связанных с площадьми тренировочными Мы пока детишек, к сожалению, не можем тренировать Хотя очень много обращаются и родителей, и самих детишек Мы хотим, там, возьмите нас Мы просто с краешки, там, в зала будем стоять Главное нам дайте позаниматься Но, к сожалению, пока не получается Мы надеемся, что как только проблема с залом наша решится Мы детские группы тоже будем брать А всем детишкам мы рекомендуем всегда начать, допустим, с вольной борьбы Для смешанного морса очень оптимальная база Вольная борьба Когда ребенок еще молодой Он научится падать, правильно научится группироваться При каких-то действиях Это же полезно для жизни Очень полезно, да Я своего младшего брата на вольную борьбу тоже 8 лет отправил Он пока там занимается Если захочет в перспективе перейти на смешанные морса Ну, у него уже будет база, чтобы начинать И чтобы сразу результаты показывать Хорошо Чемпионат России по мини-футболу среди клубов Суперлиги Наша новая генерация против Тюмени Субботу, 7 сентября на телеканале Юрген Жаркий июль 2013-го Это симбиоз воды, солнца, воздуха и, конечно же, людей Глобальное погружение Невероятный объем информации я получил за эти несколько дней Большая молодежная кухня Это безумно круто Смотрите репортерскую историю «Инноватика. Крахаль» 7 сентября в 18.00 Прошло у нас 15 минут Ну-ка Такое ощущение, что она готова уже, честно говоря Не, ну можем, конечно, рискнуть Надо проверить вилочкой Ну давай-ка посмотрим Так Ну вот Да, надо еще немножечко Подтомить Овощи там красивые Такие Ты был прав 30-40 минут Ну а заодно Салат пропитается Тоже очень Настоится Да Ну в принципе, если ты очень голодный Мы подождем, пока будут у нас основные блюда Напомню, что мы сделали греческий салат Да, такую свою вариацию Без оливок, без маслин С луком Но я думаю, что польза от этого не уменьшилась На самом деле салат очень полезный И мы вот последнее время стараемся питаться вот именно так Раздельное питание – это сила проверена Своих спортсменов вы тоже заставляете, рекомендуете как-то питаться? Да Да, мы стараемся ребятам тоже карту питания составлять Особенно перед боями Когда нужно вес подогнать немножко, подсушиться Диета – это такой важный элемент В моменты такого промежуточного тренинга тоже Питание должно быть очень сбалансированным Очень полезным, чтобы, скажем так Если при неправильном питании Организм очень много сил забирает на переработку того, что ты ешь А если это неправильно, то, соответственно, сил будет забираться больше Поэтому стараемся оптимально подбирать Ребятам питание советовать кушать правильно Кушать много И при этом не набирать лишней массы Ты сказал, что сейчас у вас есть определенные трудности с площадью для тренировок Агентство по физкультуре и спорту Как-то обращает на это внимание? Обращались туда ли вы? Ну, агентство по физкультуре и спорту Оно о наших проблемах прекрасно осведомлено И в этом году мы с ними прорабатываем все возможные пути взаимодействия Решения всех наших проблем В общем-то, мы отклик от них видим То есть, мы тоже, что вселяет надежда определенных Что наш спорт интересен не только нам Там кучки энтузиастов Ну и чиновникам, которые, может быть, у нас какой-то результат видят И, может быть, ждут еще каких-то более результатов Я думаю, что совместным силам мы все-таки проблемы всевозможные решим В том числе и с залом Сколько у нас турниров в год проходит в Сыктывкаре? Пармафайтс в прошлом году дважды был А Пармафайтс 2-3 В этом году мы решили сконцентрироваться силам один раз провести Но с большим размахом Поэтому могу уже сейчас сказать, что середина, конец ноября ничего не планируете Обязательно один денечек выкройте для того, чтобы посетить наш турнир Будет очень интересно Мы планируем... Зрелищно Да, мы планируем привезти спортсменов из других городов Есть у нас уже ряд таких принципиальных схваток, реванши, которые, возможно, состоятся Здорово То есть там уже будет не столько предстояние техники и школы, сколько предстояние характера Человек, которые уже встречались между собой Кто-то проиграл, кто-то выиграл Сейчас они будут объяснять, что была ли случайность в прошлый раз или нет Но пока назвать не буду, все-таки у нас там стадия переговоров идет Но будет очень интересно Мы стараемся файт-карт сформировать таким образом, чтобы зрителям было... Чтобы страсть на ринге, она и на зрителей тоже переносилась Ну, помимо этого, турниры по тактической борьбе, по грэпинге тоже будем проходить Вот один мы уже провели в марте, тоже очень хорошо прошло У нас со всей республики практически съехали спортсмены Приняли участие, очень всем понравилось И по организациям мы сами отметили, что в этот раз у нас вообще прям хорошо получилось Все получилось? Еще один будем в бухте проводить, я об этом уже сказал Ну и плюс мы очень много будем ездить, опять же, по России, по всем турнирам, которые у нас То есть будете выбираться на российский уровень? Ну, на российский уровень, как таково, мы, в принципе, уже выбрались На такой региональный уровень На федеральный уровень, наверное, потихонечку тоже То есть по итогам года мы хотим парочку поясов в одном региональном турнире Дух Война забрать То есть там такая система, что у них есть гран-при В течение года нескольких турниров проходит Те ребята, которые несколько турниров выигрывают, могут бороться за пояс в финале Вот мы надеемся в этом турнире тоже пару поясов наших ребят взять По крайней мере, та команда, которая в прошлом году это гран-при вырвала в Екатеринбурге В общем-то, как показал недавний турнир у них на родине, в Екатеринбурге Мы, в общем-то, эту команду по многим параметрам превосходим Надеюсь, что в этом году пояса все-таки в Сыктывкар уедут Это первый наш опыт тоже, посмотрим на все сложность То есть активный ударный такой конец года будет, активный пятый сезон клуба Сейчас у нас небольшие каникулы, а потом с новыми силами мы будем питься за чемпионские пояса, за титулы, за разряды Так, ну что мы будем делать с салатом? Добавили мы туда еще, может быть, зелень? Да, вот этот пучок очень симпатично выглядит, я думаю, в нашем салате он тоже будет... Все, что есть на столе, мы салат Все, что есть, да, своего рода такая пицца будет у нас, овощная Напомню телезрителям, что мы приготовили сегодня вариацию греческого салата Давай Греческий салат по-чемашкински, я бы так сказал Мы добавили, помимо овощей классических, мы добавили туда гранулированный чеснок Такое чеснок добавили, обычный зубчик Три зубчика, вот и еще зелень В принципе, питательный, полезный салат Так что все должно быть вкусно Сколько раз в неделю у вас проходят тренировки? В данный момент общая группа у нас занимается три раза в неделю Вторник, четверг, воскресенье Но ребята, те, кто выступают, они параллельно посещают еще различные секции единоборств в нашем городе В основном бокс, то есть ударная техника тоже является важной составляющей в наших тренировках Поэтому они, в общем-то, не теряют времени и ходят практически по всем секциям заниматься Как часто вот, ну это, наверное, от спортсмена зависит? Некоторые дерутся как бы на ногах, а кто-то переводит в портер сразу Это зависит от техники спортсмена, от противника? Ну, знаешь, у меня, на самом деле, прямого ответа на этот вопрос нет Бывает, спортсмен нарабатывает какую-то технику, ударную нарабатывает, нарабатывает А выходит на поединок и показывает совершенно непонятные вещи У нас случай был, как раз таки, помянутым тоже в Екатеринбургском турнире Когда Роман Ярынкин, у нас спортсмен, он начал работать коленями Вдруг, непонятно почему, но так хорошо начал работать, что два боя практически выиграл за счет вот этих коленей Мы все удивились, но непонятно почему так появилось Видимо, какая-то предрасположенность есть такая на работу Но он высокий, ноги длинные, наверное Высокий, да, очень любит брать захват в клич и, соответственно, нижнее полное тело на свободу и начинает работать То есть, да, играет роль здесь база, которую получает спортсмен до начала тренировок Играет роль то, может быть, что он посмотрел перед боем какие-нибудь видео схваток своих кумиров И играет роль, опять же, то, к чему готовились конкретно на турнире То есть, много факторов Так, у нас печь сигнализирует о том, что вроде бы рыба готова Сейчас посмотрим Сейчас я проинспектирую Вилочкой Да, по-моему, она уже готова Ты пока убери тогда, пожалуйста, доску Давай Потому что сейчас туда приплывет наша рыбка Так, мы ее будем выкладывать, наверное, красиво на тарелочку, да? Давай Я думаю, так будет правильно Слушай, ну, в принципе, я даже не ожидал, что получится Не, на овощи, если не смотреть, то вполне все неплохо Нет, овощи хорошие получились Так, ну что, я прошу тебя Как инициатор рецепта, да? Если нужна тебе варежка, пожалуйста, чтобы не обжечься Не знаю, как полно Сколько, кстати, обычно длится поединок? Вот если считать, что спортсмены будут полное время драться без... По правилам ММА поединок длится 5 минут В любительских турнирах, как правило, одним раундом все ограничивается И добавленное время там 1-2 минуты, в зависимости от турнира, добавляется Если турнир профессиональный, то 5 минут это время одного раунда А таких раундов может быть где-то 2 или 3 Зависит тоже от турнира Как часто получают тяжелые травмы спортсмены во время боев? Ну, не очень часто, об этом мы тоже с тобой уже поговорили В общем-то, мы ребят на бои выводим только подготовленных Бывает, конечно, всякое, но мы тут стараемся минимизировать все риски Ребята застрахованы, ребята проходят обследование То есть на поединке выходит все здоровыми абсолютно Давай мы, может быть, еще нарежем лимончик, да, чтобы сверху положить на рыбу Чтобы он еще свежий лимон Давай Так Ну что, уважаемые зрители, мы приготовили рыбу сегодня Вот так еще сейчас оформил Андрей лимончиком свежим сверху Смотрится все весьма красиво и симпатично Мы взяли стейк семги, овощи к нему, перец, помидоры черри, лимончик Все это запекли, рыбу запекли на овощах И приготовили салат тоже овощной Вариант греческого салата с сыром фета, с помидорами, с луком, огурцом и болгарским перцем Чесночок туда добавили, да, и зелень Ну что, я предлагаю попробовать наше творение Ну давай, ты первый Прошу Скажешь Ты как ценитель Скраешь кусочек Посмотрим Сегодня у нас такое спортивное питание Так, надо какую-нибудь помидорку взять Как вкусно пахнет Горячее? Пахнет Нормально? Ну как горячее, осторожно Ну хорошо Рыба не высохла Очень сочная С овощами вообще чудесно просто Особенно мне нравятся овощи Я вот больше всех удивлен на самом деле, что получилось съедобно Поскольку готовить приходится очень нечасто Салат, давай попробуем салат Давай Пытаюсь максимум овощей взять Ну давай, я его тоже попробую Аромат свежей зелени Потрясающе Выскочил Раз салат по-русски приготовлен, приходится есть тоже по-русски Ну и есть можно Вот так мы и питаемся Да Итак, уважаемые телезрители, на ваших глазах мы сегодня приготовили простой и достаточно вкусный рецепт Рыба запечена на овощах Шеф-поваром сегодня на нашей кухне был руководитель клуба смешанных единоборств «Север» Андрей Чумашкин Андрей, спасибо тебе большое Спасибо Желаем удачи на всех турнирах нашим спортсменам Надеемся, что на спортивном небосклоне страны загорятся тоже звезды из Республики Коми по смешанным единоборствам Спасибо тебе большое Спасибо, мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы так оно и было Ну что ж, а с вами мы прощаемся и до новых встреч на неполитической кухне До свидания До свидания Очень вкусно Рыба нечего получилась Рыбка хороша Надо вот, я обычно вот так вот выдавливаю еще, чтобы пропиталась Все туда варяется